Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб, там намного больше информации и видео. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом, карта промсвязь с банкой и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Доброго всем, перед вами ГБЦ двигателя автомобиля BYD. Жалобы у клиентов на двигатель, что тот очень много ест масла. Посмотрю, есть ли в ГБЦ содействие этому желу. Скорее всего это обоюдная проблема и в поршневой есть проблема. Перед началом разборки я измерил, какие здесь есть зазоры на данный момент и написал их маркером вдоль каждого вала. На впуске везде 2,5 десятки зазор, почему-то на выпуске только на первом цилиндре зазор 3 десятки, остальные также по 2,5 десятки. И самое интересное, что на одном впускном клапане зазор аж целых 6 десяток. Что там произошло непонятно. Приступаю к разборке головки блока цилиндров и первым делом выкручиваю свечи. Затянуты они были адекватно, поэтому выкручиваются они без всяких проблем. Далее освобождая валы от бугелей, все бугели имеют свою нумерацию, поэтому перепутать их невозможно. Нумерация бугелей идет сквозная слева направо от первого цилиндра и переходит на выпускной вал. То есть вниз и вновь слева направо. 6, 7, 8, 9, 10. Булгель первого цилиндра не поддается. Поддену слегка его отверткой. И он также снимается без проблем. Извлекаю распредвалы. Они также маркированы. Осмотрю шейки валов. Шейки видно, что поработали. Но находятся в очень хорошем состоянии. Как собственно и сама постель ГБЦ. Это, к слову, выпускной вал. Думаю, что и на впускном валу и нового ожидать не придется. Так и есть. Здесь тоже все в порядке. А вот и маркировка впускнула валов. Теперь протираю толкатели. Делаю это для того, чтобы пометить их фломастером. А по массу, как известно, фломастер писать не будет. Зачем помечаю? Да дело в том, что я сторонник того, чтобы толкатели впоследствии поставить на свое место. Туда, откуда они были извлечены. Где они уже притерлись и нашли свое место. Плюс регулировка будет легче. Ведь я не знаю, где какой толщины здесь стоят регулировочные шайбы на данный момент. Мечу точно так же, как и помечены с завода бугель. То есть слева направо и сверху вниз. Извлекаю толкатели и убираю в поддон. Что дальше? Ну а дальше традиционно струбцинным рассухаривателем рассухариваю клапанный механизм. Нажал на рычаг, магнитом удалил сухари. Тем же магнитом извлекаю остальные запчасти. Тарелку клапана. Затем пружину. Она здесь идет, равнонавитая. Не забываю извлечь и нижние подпружинные шайбы. Рассухариваю другую сторону впускную. И здесь при рассухаривании меня ожидает сюрприз. Неожиданно выпадает один из клапанов. Ну интересно почему. Я снимаю тарелку, извлекаю пружину. И вижу, что здесь нет масляного колпачка. Сальника клапана. И обращаю внимание, что так же нет и нижней тарелки шайбы. Смотрю в соседнее место. Здесь все на месте. Как собственно и во всех остальных местах. Почему здесь? Никто мне на этот вопрос не ответил. И сам клиент так же мне не сказал. Щипцами выдергиваю сальники клапанов. Они уже потеряли округость. И стали словно пластик. При извлечении клапанов обратил внимание на то, что зазор во втулках хороший. Но оказались гнутыми два выпускных клапана. Во втором и третьем цилиндре. Далее при детальном осмотре обнаружил, что они подгорели. Хотя зажаты они не были. Зазор был. И причем зазор этот попадал в требуемый промежуток. Направляю головку в мойку и опрессовку. Пока головка проходит этот этап, я приступаю к очистке и обработке клапанов. Делаю это традиционно на маленьком слоночке при помощи резца и наждачной бумаги. Крупный нагар снимаю резцом. Наждачкой снимаю остатки. И в завершении, конечно же, полирую нулевку. Результат у вас перед глазами. ГБЦ опрессовку прошла успешно. А тем временем клиент привез мне два новых клапана. Прислал он от головки Мазды. Ведь это головка Биваги, копия Мазды 90-х годов. Купил в интернет-магазине АвтоВл. На коробке мы видим как раз то наименование, то это выпускные клапаны от Мазды. Посмотрим на них, какие они есть. По ножке и тарелке визуально смотрю, вроде бы как ничего клапан. И даже выглядит очень достойно. Попробую его магнитом. Он не магнитится по всей длине и ножка и тарелка. Конечно, такого по большому счету быть не должно. Сравниваю его с оригиналом. И здесь меня тоже ожидает сюрприз. У оригинала размер ножки клапана составляет 5,96 по всей длине. И даже в светлых местах, где вроде как он немного потёр. Теперь произвожу замер нового китайского клапана. И вот тот самый сюрприз. Клапан оказался размером 5,93 на 3 сотки меньше от оригинала. Конечно, при таком раскладе у этого клапана будет увеличенный зазор во втулке. Я не верю, что такое может быть. И вновь перепроверяю размер. Беру второй клапан. И я не ошибся. Ожидаемо он такого же размера. Размер оригинального впускного клапана на сотку больше, как в принципе и должно быть. Размер составил 5,97. Конечно, разница во втулке ощутима. И даже она ощутима на тактильных ощущениях. Без замера нутромера. Это маркировка старого клапана. Как видим, здесь стоит 483. Это номер двигателя. А это маркировка на новом клапане. Помимо всего прочего, есть ещё один нюанс у этого китайского клапана. Если внимательно посмотреть на канавки под сухарики этих клапанов, то мы видим, что у оригинала проточка под сухарик меньше. Гораздо меньше. И это отчётливо визуально видно. Что в таком случае может произойти? Если мы сейчас поставим сухарики в оригинальный клапан и подвигаем их, то мы явно ощущаем, что сухарики стоят намертво в своём пазу и не шевелятся. А вот если эти же сухарики поставить в паз нового клапана и также подвигать сухариками туда-сюда и в разные стороны, то однозначно ощущается, как сухарики ходят взад и вперёд и качаются в месте смыкания. И даже визуально вы это можете сейчас увидеть. Как вы понимаете, это грозит дальнейшим разбиванием посадочного места под сухарики и в итоге в этом месте может оторвать тарелку. Это достаточно стрёмная ситуация. Вы не поверите, когда я сообщил это клиенту, он попросил закрыть глаза. Да, естественно, что все риски были доведены до владельца этого авто. Но было сказано ставить и мне ничего не остаётся делать, как выполнить его просьбу. И я продолжаю делать ремонт и нарезаю фаски на сёдок. Точнее сказать, восстанавливая их, залужая профильным рисунком. Клиенту было предложено заменить хотя бы направляющую втулку и развернуть её в размер ножки нового клапана. Однако клиент отказался. Результат своей работы я проверяю притиркой клапанов по сёдлам. Делаю это традиционно при помощи пасты, притирочной и присоски. Как видим, фаска на клапане и на седле идеальна. После притирки всех клапанов я обязательно проверю результат притирки вакуум-тестер. Далее мне остаётся сделать предварительную регулировку зазоров в клапанах. Для этого я традиционно беру старые сальники клапаном. Хоть они и дубовые, но я надеюсь, они будут удерживать клапан в своих местах. Поэтому надеваю на втулки старые сальники. Расставляю по своим местам клапаны. Также поставлю по своим местам толкатели. Посмотрим ближе на толкатели. Как видим, у BYD есть свои шайбы. Они подписаны так же, как и сами толкатели BYD. И на шайбах есть свой размер. У самого толкателя длинная выступающая опора. Диаметр толкателя 30 мм, шайбы 27 мм. Беру в руки очередной стаканчик и обращаю внимание на то, что шайба этого толкателя по его же. Видно, что её пытались уменьшить вручную. То есть регулировали зазор уменьшением высоты шайбы. С другой стороны у неё нормальная поверхность. Возьму другой толкатель и вижу, что у неё стоит здесь размер. Значит, и эта шайба была ранее перевёрнута. Переворачиваю обратной стороной и вижу то же самое. Здесь также уменьшали шайбу вручную на наждаче или наждачном камне. Из всех шайб, которые стояли на выпуске, лишь одна шайба была не тронута. Края у этих самоточенных шайб, как видим, завалены и вся она грубо по его же. Сразу можно понять, что регулировка делалась в гаражных условиях. Продолжая процесс регулировки, смазываю постели распредвалов маслом, расставляю по своим местам баллы. Также обильно смазываю и маслом шейки воров и накидываю в бугель. Поджимаю их, но без особого усилия, так как здесь сейчас стоят клапаны без пружин. Традиционно измеряю щупами существующий на данный момент зазор. И зная, каким он должен быть, на эту разницу я торцую ножку клапан. Затем проверяю полученный результат. И если он меня не удовлетворяет, то повторяю операцию. Вот, собственно, в данном случае мне требуется еще доторцевать 5 соток. Что я и делаю. Вновь проверяю. Теперь зазор отвечает требуемому, и я перехожу к следующим укладам. Конечно, здесь есть свой нюанс. Делаю зазор максимально возможный по мануалу. Но во время предварительного регулирования, нужно делать зазор на 5 соток меньше. И тогда, после окончательной сборки, он будет в зоне допуска. Фрезерую ГБЦ. Естественно, что снимаю с поверхности минимум. Эта операция называется как чистка. Обмываю ее и запчасти к ней в мощной машине. Но приступаю, конечно же, к сборке. Беру сальники клапанов клиента. Серые ставлю на впуск, а зеленые на выпуск. Нижние подпружинные тарелочки сквозь сальник проходят. Значит, сперва ставлю сальники клапаном. Расставляю по своим местам клапаны. Предварительно смазав ножку и фаску тарелки клапаном маслом. Закидываю по своим местам нижние тарелочки. Поправляю их в посадочных местах. Закидываю пружинные тарелки. Раскладываю сухарики. И засухариваю клапанный механизм головки. Обязательно обстучу в торцы ножек клапанов, чтобы сухарики сели на свое место. Головку отправляю толкателем. Постели смазываю маслом. Протираю шейки валов. Укладываю, конечно же, эти валы в их постель. Вновь следует масло. Накидываю по своим местам бугели. Обтягиваю их. И вот теперь я уже обтягиваю их с требуемым усилием. И, конечно же, финальной точкой моей работы станет проверка зазоров клапана. Если все находится в поле допуска и без перебора, можно передавать к лице клиенту. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на оказание помощи в описании под видео. И безаварийных вам полезных. Продолжение следует...